Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире, как мы уже говорили, экономист Евгения Зайцева на студии. Здесь, наверное, стоит сказать, что мне редакция может не соподействовать с мнением гостей радио. Но посмотрим, как у нас пойдет. Но вот, Евгений, может быть, такой вопрос, который хотел задать. Вот, с одной стороны, считается, что во время таких вот потрясений, пандемии, экономический кризис, что, как это назвать по-другому, как не потрясение, обычно стараются вот эти налоговые системы не трогать, понимая, что и так достаточно непредсказуемости в экономике, ее лихорадят. И я не знаю, кто сегодня возьмется предсказать, каким будет вообще в реальности доходная часть бюджета в следующем году. Но, тем не менее, вот, то, что мы знаем, правительство одобрило за основу вот эти основные положения бюджета на следующий год и даже на 2022. Там есть отдельные прогнозы и отдельные предложения, что тоже, мне кажется, совсем уж так вот дерзко. Вот сейчас обо всем этом поговорим. Ну, может быть, для начала такую вот вашу оценку. Стоит, не стоит вообще трогать многострадальную налоговую систему? Ну, ответ однозначно. Конечно, не стоило. Не стоило трогать. Почему? Потому что, в первую очередь, любая налоговая система, надо понимать, что это не только какие-то изменения в масштабах государства, но это затрагивает бизнес. А сегодня мы все работаем с помощью компьютерных программ, значит, обновление. Вот тут, летом этого года, налоговая инспекция вдруг для июльского ПВН-отчета взяла и поменяла формат, хмл-формат, то есть формат файла, в котором сдаётся ПВН-декларация. Казалось бы, мелочь, а на самом деле это очень не мелочь, да, техническая? Ну, в принципе, на ушах стояло, все бухгалтеры стояли на ушах, потому что объявление было сделано очень поздно, информация, которая была предоставлена налоговая инспекция, была некорректная, да, то есть не было сдано, допустим, табличка была вчера, стала сегодня, да, они просто обновили своё сообщение, и программистам пришлось выискивать, в чём же изменение, да, и, конечно же, это стоило денег, и это стоило нервов. То же самое в 2018 году, когда эта налоговая система была введена, в первую очередь, расчёт подоходного налога с населения, с дифференцированной ставкой, с дифференцированной необлагаемым минимумом и так далее, всё это потребовало очень больших трудозатрат и, естественно, денежных затрат. И трогать сегодня всё это, ну, я считаю, это неправильным. Тем паче, вот я сегодня как раз, готовясь к нашей встрече, посмотрела вторничное засчитание Кабинета министров, и Кабинет министров, готовясь к бюджету, который они должны предоставить, рассмотрел уже какие-то концептуальные вещи, не сами предложения по поправкам, а информационное сообщение о предложениях по доходам и расходам бюджета на, соответственно, на 2021 год, ну и как принято, на последующие два года до 2023 года. То, что уже в прессе звучало, планируемый дефицит бюджета составляет 1,184,000,000 на следующий год. А те мероприятия по изменению налогов, которые правительство уже предложило, и которые активно обсуждаются обществом, и которые в большинстве случаев оцениваются негативными, а я назвала это вообще фэнтези, да, фэнтези, почему? Потому что эти нормы будет очень-очень сложно прописать в текст закона. И если даже удастся записать в текст закона, можно нарушить концептуальную логику самого закона, а на конкретном налоге. И стоит ли овчинка выделки. Цена вопроса вообще смешная. То есть все эти манипуляции, которые запланировало правительство со своими налогами-фэнтези, по их расчетам, знаешь, какой доход даст бюджету? Неполный 70 миллионов. Да. При миллиарде с лишним, миллиард 184 миллиона дефицита заставлять бизнес потратить деньги на обновление компьютерных программ, заставлять бизнес закрываться, да? Даже закрываться? Закрываться. Но вот в том сообщении, которое было, информационное сообщение было связано с налоговой реформой, к нему было приложение. Там было три приложения, одно из них подготовила налоговая инспекция. В текстовой части налоговой инспекции было четко прописано, к чему приведут эти налоговые изменения. Что те СИИ со статусом микропредприятия, которые сегодня работают, что они не смогут перейти на нормальный режим работы, они обанкротятся. И там сделано... То есть обычным СИИ они не станут? Они не могут. То есть процентов 70 из них будет закрываться. И это порядка 60 тысяч безработных. Физические лица со статусом микропредприятия на статус самозанятого лица тоже не переведут, потому что это дороже, и они тоже физически это не выдержат. Еще армия безработных дополнительных? Нет, эти могут пойти на безработицу, но они уйдут в тень. Почему? Потому что статус микропредприятия для физических лиц, он используется в сфере обслуживания, сервиса, где очень большой оборот наличных денег. И налоговая инспекция пишет, что мы и так стараемся, и нам сложно проконтролировать эти доходы. А вот эти посадки, эти мероприятия, изменения по налогам, они еще больше подстегнут и оттолкнут людей в тень. И вариант увеличивать количество контролирующих людей – это не выход. Это как раз не выход. Поэтому я и называю, что это фэнтези. Потому что, с одной стороны, экономического эффекта нет. Есть большие затраты для обновления компьютерных программ налоговой инспекции, введения дополнительного уровня обработки информации, что физически, я думаю, что невозможно, потому что это потребует другие объемы информационной памяти для баз данных налоговой инспекции. Потому что то, что там предусмотрено, вот этот обязательный объект уплаты социальных платежей в размере с минимальной зарплатой в порядка 175 евро в месяц с каждого человечка, чтобы это было гарантировано, независимо от того, человек работает на минимальную зарплату, не работает, работает с маленькой зарплатой в нескольких местах, занимается хозяйственной деятельностью и так далее. Вот в этих стоимости этих 70 миллионов почти запланировано, чтобы каждый платил этот социальный платеж с минимальной зарплатой, включая авторские вознаграждения и так далее. Все уже говорят, это невозможно. Налоговая инспекция говорит, люди не потянут. Не потянут. Доходы... Министерство культуры говорит, не потянут. Писатели говорят, не потянут. Все не потянут. Конец литературе ватышской сказали. Да, все говорят об этом. Но пока никто это не отменяет. Так, главная эта проблема, это безумные расходы на обновление компьютерных программ налоговой инспекции, потому что смысл заключается в том, что налоговая инспекция должна будет ежемесячно сводить доходы каждого физического лица, даже не работника, а каждого физического лица, проживающего в Латвии, для того, чтобы определить, надо или не надо ему доплачивать социальный платеж до размера минимального объекта социального платежа. 175 евро. Да. Сегодня сведение дохода физических лиц, всех работающих в Латвии, налоговая инспекция делает. Но делает один раз в год. А теперь каждый месяц. Это же такая административная нагрузка. Здесь вопрос не административной нагрузки. Это не люди делают. Это делает программа. Но это другой уровень программы. Это другой объем обработки баз данных. Надо будет опять тратить деньги на обновление всех этих программ. Это даже не обновление. Здесь вопрос станет о железе. Вообще замена всех компьютеров, да? Здесь не компьютеры. Это сервер, хранилище баз данных и так далее. И уровень защиты, программирование другого уровня. Когда налоговая инспекция, еще перед кризисом, вот с 2008 года был обязательный переход для юридических лиц на электронную систему декларирования, тогда налоговая инспекция собиралась, я как раз встретилась с одной из высоких, она красли, я вот ей говорила, вот вы собираетесь это делать, как вы будете решать? Она говорит, вы знаете, мы осознали эту проблему, я сейчас как раз иду на совещание, где мы будем решать эти вопросы. Да, потому что это с позиции технологий совершенно другой уровень. Мало кто об этом задумывается. Я уже не говорю о том, что сегодня, опять-таки, Кабинет министров обсуждает решение, по-моему, даже в Сейме уже была информация, о том, что со следующего года, уже нормативные документы подготовлены, что все отчетность сдается, да, это я видела последнее заседание Сейма вчера, поправки в законе о налогах и пошлах, о том, что все отчеты сдаются со следующего года только в электронном формате. И там депутаты бились за то, чтобы физическим лицам разрешили сдавать, если они не занимаются хозяйственной деятельностью, по-прежнему в бумажном формате. Не разрешили, по-моему. Вот я так и не поняла, да, потому что это вроде бы во второе, не третье чтение. Да. Но там было несколько попыток поправок, да, что все-таки вот простому физическому лицу, то есть бабушке, дедушке с пенсией, которые заплатили за медицинские услуги, имеют право на возврат подоходного налога с населения, чтобы они могли сдать это в бумажном формате. Ну, ты же знаешь, ковид у нас очень много что изменил. И таким образом, возвращаясь к нашей теме, все, что предложило правительство, это фэнтези, налоговая фэнтези. Естественно, оценка однозначная. Я бы на месте господина Каренча не трогала налоговую систему. Включая социальные вот... Да, вообще не трогала. Да? У правительств только одна задача. Поменять или оставить без изменения размер суммы, до которой принимается стопроцентная сумма необлагаемого минимума и верхний рубеж, до которого вообще применяется необлагаемый минимум. Это они тоже, кстати, сделали. Они назвали эти цифры. И здесь вот цена этого вопроса, потеря бюджета, 40 с чем-то было миллионов. Да, 43 или 42. Да. То есть не столь существенно. Не столь существенно, но вопрос такой, надо ли это делать? Да, надо ли это делать? Можно было оставить все без изменений. Я делала анализ и проверку. Налоговая нагрузка сохраняется. Там снижение налоговой нагрузки для работодателя полпроцента. Полпроцента. И меня очень коровит, когда в прессе выступают, рассказывают. Ну, даже вот эти изменения нам все равно оставят высокую налоговую нагрузку. В отличие от Литвы и Эстонии. Но, ребята, нельзя сравнивать. Брюки и юбку. В Эстонии и в Литве применяется необлагаемый минимум для всех. Там нету дифференцированного необлагаемого минимума. И он большой. Для всех применяется. Да, он для всех применяется. В зависимости от размера дохода. Совершенно верно. Мы постоянно пытаемся сказать, что вот, понимаете, если мы всем дадим одинаковое необлагаемое минимум, то мы опять дадим благо, поблажки богатым. Но это не тот аргумент. Точно так же, как аргумент, почему нельзя опустить ставку ПВН на продукты питания или до 12, или до 5%. Ну, богатые же от этого выиграют. Мы опять им дадим дополнительное благо. Ребята, богатеньких буратин, которые от этого выиграют, не так много. Да? Хорошо, если и процентов 10 у всего населения Латвии. А оставшаяся часть-то это бедные люди. Относительно бедные, с относительно маленькими доходами. И даже люди с высокими доходами, они тоже бедные. Понимаешь? Относительно вообще, да. Нет, ну человек, получающий 2 тысячи, в совокупности в итоге, если разобраться, он живет на... Он выживает. Выживает. А если у него есть иждивенция? А знаешь, почему он выживает? Почему же? А потому что, господа, извинутые, ничего не делали после вступления в Евросоюз. И у нас был кредитный бум. Когда банки навязывали всем кредиты. И люди набрали кредитов. И с этих 2 тысяч он отдает? Конечно, кредитный платеж. По 400 евро. 2 тысяч. 1500, в лучшем случае, на руки. Да. 600 он отдает за кредит. Ну, ипотечный. Ипотечный. Может быть, еще 100-200 отдает за машину. И что там остается, если у него еще жена и семья есть? В поглости, да. Там еще коммунальные платежи. Вот и все. То есть проблема кредитного бума, которая, я тогда говорила, что мы будем ее считать 20 лет, а сегодня я говорю, что можно считать все 40 лет. Да, тогда, в 2009 году, я предлагала, тогда главному банкиру Латвии, предлагала решить эту проблему. Он почти понял, но сказал, что цена вопроса была 2 миллиарда, а у него только 750 миллионов. Я попыталась им объяснить, что мне бы хватило 750 миллионов, потому что там была разница на трех понимания бухгалтерии. Есть баланс, есть расчет прибыли-убытков, есть денежный поток. Но не состоялось. Но последствия мы понимаем, то есть вот этот кредитный бум, он у нас постоянно сокращает внутренний спрос. А внутренний спрос – это первый источник стимулирования роста экономики. То есть вот наше правительство… И главный, особенно сейчас в своем пандемии. Да, они хотят восстановить и так далее. Рост, нам нужно экономить стимулирование. Но, ребята, есть несколько приемов стимулирования. Первый из них – потребительский спрос. Он у нас может вырасти, если мы увеличим, нет, зарплату на руки. Ваши мероприятия не увеличивают. Я считала, при зарплате в 3 тысячи человек выиграет 15 евро. Нет, 15 евро выиграет работодатель, 11,60 выиграет человек. Это при зарплате в 3 тысячи евро. Сколько у нас официально получают 3 тысячи евро. То есть это вообще смешные вещи. Поэтому не стоит трогать. А плюс еще вот эти кредитные платежи. Хорошо. Таня, могу не спросить. Вот это обещание было знаменитое, еще данное во время выборов всем новыми консерваторами – 3 по 500. Но сейчас ему удалось спустя 2 года выбить, я так понимаю, 1 по 500. То есть будет 500 евро минималка. Это вообще на что-то влияет, что-то не влияет? Конечно. Это опять убийство, экономическое убийство латвийских предприятий. Об этом мы давно знаем и помним. Да, я когда-то делала анализ. Как влияет повышение минимальной зарплаты на рост реальной заработной платы в частном секторе. Да, он влияет. После увеличения минимальной зарплаты количество людей, которые получают минимальную зарплату и ниже ее, сокращается. Но в данном случае, когда у нас сократились обороты дохода и так далее, и главное, что рынки закрыты. И для нашей сервисного типа экономики, ведь надо понимать, за 30 лет у нас полностью поменялась структура ИКП, то есть ВВП, ВАЛа внутреннего продукта. Она полностью изменилась. И если еще, допустим, к моменту вступления в Евросоюз, у нас производственная, реальная сектор экономики производства давала 25% ВАЛа внутреннего продукта, то сейчас эта сфера сократилась еще больше. И поэтому мы свою сервисную экономику во время ковида теряем. Потому что у нас очень сильно развился туристический, гостиничный бизнес, туда были вложены деньги, и он действительно хорошо работал. Но опять-таки все расчеты, которые делало правительство, все кредиты, которые делали наши банки, которые не умеют работать с длинными кредитами, они делают расчеты окупаемости на 3-5 лет. Но любая недвижимость окупается хорошо, если за 10, а то за 15 и за 20 лет. Поэтому сейчас, по сути дела, все построены гостиницы, это омертленный капитал. И если я говорила, что... А деньги будут в ближайшие годы невозможны. Там вообще очень большая проблема какая? Людей-то отпустили. Для того, чтобы эта недвижимость сохранила бы свою стоимость и ценность, да? Ее нужно сохранять каким-то образом. Ее нужно поддерживать. А наш климат – это сырость. Вот уже сегодня, я не знаю, как то, но две недели назад я дома включила котел, чтобы ночью подтапливать, иначе сыро. Да, я просто очень чувствительна на сырость, уже сыро. А вот эти все гостиницы, у них это главная проблема, что им нужно сохранять определенный микроклимат, для того, чтобы все внутреннее оборудование, мягкое рухлядь, они бы не потеряли свои ценности. Потому что, если только пойдет плесень, то все, это будут голые коробки, которые никому не нужны, и дешевле будет просто снести. Направленным взрывами и освободить места. Потому что в ближайшие годы, как бы ни рассказывали о том, что к 23-му году туризм восстановится, я в это не верю. И это опять-таки мировая проблема. Сегодня никто в мире еще до конца не осознал, что поменялось. Мировая структура экономики поменялась, но это мировая. А у нас в Латвии что? Параллельно с этим закончился проект развития собственных портов России, проект этот был начат, извините меня, в 2000 году. За 20 лет все закончено уже. То есть, концептуально тогда было высказано, все закончено. Но еще осталось полгода-год. Все. Почему это приведет? Мы видим, что происходит в Партахе, что происходит на Латвийской железнодороге. Совершенно верно. Где руководство железнодороги сказали, ну, до 2025 года минимум придется жить на дотации. Ну, понятно. Да, уже дотации туда идут. То есть, мы железную дорогу правительство обязано будет содержать. А это минимум 56 миллионов. А знаешь, почему? Вот если Аэрбалтик правительство не обязано содержать, но это делает, то железную дорогу правительство... Это стратегический объект. Нет. Потому что у нас с Атварцем прописано, что железная дорога – это собственное государство. Это понятно. То есть, если мы хотим не содержать железную дорогу, которая в ближайшее время будет, по сути дела, загибаться, и вот в этих условиях так не знаю, какая ситуация с закупкой пассажирских поездов, запущен проект или не запущен? Еще пока... Непонятно. Непонятно. С другой стороны, была информация о том, что Евросоюз отказал финансировать закупку дизельных поездов. Это правда, да. С другой стороны, Цеппорност, господин Немира, который во время пребывания министром экономики установил проект электрификации железных дорог за счет Евроденек. Но сейчас активизируется проект Райл Балтик. Причем не в той части, которая связана с основной магистралью, а связана с расслужением города Риги. То есть сейчас вот в заседании, на заседании Кабинета министров принимаются решения об отчуждении соответствующих земельных участков для того, чтобы обеспечить будущим физическое строительство той ветки, которая будет до аэропорта. А эта ветка разрушает не только центр Риги, но и задвинья. Исторический район Агенскална разрушается. Так что... Да, прервемся буквально на пару минут Евгения Зайцева на студии. Я вижу, что и звонки, будем их принимать после перерыва. Не переключайтесь. Микс Ньюз. Вот мы вернулись в прямой эфир с Евгением Зайцевой. И вот мы говорим и о бюджете на следующий год, и о развитии экономики в это тревожное время. Такой хрестоматийный вопрос. Что делать? Ну, первое, я хочу высказать сочувствие господину премьер-министру. Потому что не дай бог оказаться во главе страны в это время. И честно скажу, у него очень трудная ситуация. Чиновники говорят, вот будет миллиард сто восемь четыре, у тебя дефицит в следующем году. Давай по выжимаем соки из населения 69 миллионов получим. Ну, правда, забывают напомнить, что налоговая инспекция предупредила, цена вопроса 70 миллионов в бюджет при сохранении прежнего уровня занятости. А налоговая инспекция ценила порядка 70 тысяч. И я сегодня как раз заходила на сайт НВА, чтобы посмотреть, что там творится. до начала сезонности, до снятия карантина, мы выскочили на состав безработных где-то 78 тысяч. Ну, еще 70, 100, 150 тысяч безработных. Посмотрела, что вот в этом документе по планированию доходов-расходов. Скажу так, документ достаточно добротный. Я давно не видела таких добротных читабельных документов. То есть все открыто, куда что пойдут деньги, куда пойдут дополнительные расходы. Дополнительные расходы пойдут на выполнение решений суда с отворцами. По социальным вопросам. По социальным вопросам. Но циферки там заложены неправильно опять. Там прежний уровень заложен. То есть опять ошибки? Количество получающих, да. То есть их будет больше, если принять налоговую реформу. Вот как бы господин премьер-министр, озаботьтесь этим вопросом. А может быть премьер-министр надеется на вот эти, как это сказать, оптимистические рассказы его коллег по правительству, которые говорят о том, что ну вы знаете, ну людей-то не хватает, эти люди трудоустроятся. Они же не все пойдут на биржи труда. Во-первых, те, кто смогут, пойдут. Во-вторых, показатель наш господин Пабрикс, это министр обороны, который, если это я обратил внимание, поднял вопрос от банковской системы банкрот. Хотел вот об этом тоже поговорить. Да, банковская система банкрот. И в связи с этим предлагается стандартное решение задачи из учебника 50-летней давности, западной, из так называемого экономикса. Да. А экономикс, кто не знает, экономикс как модель, которая описывает капиталистическое западное общество, он утратил актуальность в момент своего выхода. А это были 70-е годы. Уже тогда это было неактуально. И в этой связи я тут случайно обнаружила, опять-таки, те же чиновники все это посоветовали, что они посоветовали. Они предложили создать, то есть где бабки, в каком шкафчике. Они предложили создать Altum Capital Funds. У нас есть Altum. Это структура, которая образовалась после реорганизации Themys on Hippoteco Bank, которая теоретически занимается тем, что она стимулирует экономику и дает какой-то адбас, какие-то кредиты. Ну, не знаю, какие-то счастливцы есть, единицы. И мне кажется, если серьезно заняться вопросом, сколько стоит содержание Altum и сколько же она выдала кредитов, то хорошо, если будет 50 на 50. Ну, может быть, 40% расхода их, а 60% выданные как бы финансовой поддержкой. Так вот, этот Altum Capital Funds, это новая организация, то, что называется трастовые фонды, это финансовая структура такая, в которую запланировано и в которую уже подписали обязательство внести 100 миллионов евро. 100 миллионов евро, которые будут дальше структурой Altum распределяться в виде кредитов, более доступных, чем банковский кредит. Ну, правительство само довело наши банки до того, что они просто уже физически не могут отдавать кредит. Они еле-еле могут обслуживать клиентов с этими всеми строгостями и так далее. Так что здесь плохого? Казалось бы, хорошо. Но плохо первое, что это как бы, если бы это было год, два, три назад, я бы сказала, перфектно. А сегодня это плохо. Почему? Потому что финансовый рынок мёртв, потому что экономику поднять тем, как это делает Altum и тем, как это представляет правительство, невозможно, потому что внутренний спрос не растёт. строительство, нам просто не нужно закапывание денег в землю. А развитие каких-то производств тоже невозможно, потому что ковид поменял правила игры. Рынки закрыты, перемещение товаров людей через границы запрещено. Так вот, эти 100 миллионов будут сложены на половину, то есть половина этого подписанта, вкладыватели денег, это подбанковские структуры, подбанковские СИЭМ, которые управляют деньгами второго пенсионного уровня, так называемая фондированная пенсия. Идея-то хорошая была. Правильно говорили, что зачем этим конторам вкладывать деньги за пределами Латвии. Их нужно вкладывать внутри Латвии. Только это делать нужно было 3, 5, 10 лет назад, а не сейчас. Ну, конечно, можно и сейчас. Просто структура Алтумс, в презентации того же Алтумса есть показатели экономической эффективности работы Алтумса. Вот смотри, они презентуют вот создание этого фонда, а презентация открытая доступна на сайте Сейма, это была презентация бюджетной комиссии. Значит, как Алтумс готовится к созданию и работе этого фонда. А смысл этого фонда заключается в том, что деньги вложены на 7 лет, через 7 лет эти деньги надо будет вернуть тем, кто вкладывал и надо будет вернуть счет с процентом. Значит, как работает Алтум? Вот чтобы найти, кто сможет брать кредиты у них, они разослали 240 предложений по электронной почте. Аж 240 предложений. При том, что у нас активных предпринимателей порядка 100 тысяч. Хорошее решение. И как ты думаешь, какой выход на конце? Какой же? 29 переговоров о возможной какой-то конкретной сделке. Значит, у нас 100 тысяч, по крайней мере, может быть, чуть меньше, даже если 70 тысяч активно работающих предприятий, 240 только получили электронное предложение. и 29 из них сказали, что у них есть какая-то идея, с которой о чем-то начали говорить. Один? Нет, 10 процентов получилось. Это вот эффективность Алтума. Ну, что еще? Что еще? Почему премьер-министру не стоило бы все это заморозить? По одной простой причине. На следующий год у премьер-министра другая задача, другие проблемы. Если ты помнишь, у нас 22 июня Сейм принял в окончательном чтении и был уже из Луднац новый закон об административном делении Латвии в городах и населенных пунктах. Я специально готовилась передача, на него посмотрела. Да, там много прописано в правилах перехода, но фишка заключается в том, что в июне, в начале июня следующего года, в конце мая, в начале июня будут новые выборы в самоуправлении. Подошел срок четвертый летний. И таким образом на 1 июля у нас будут избраны новые самоуправления. Новые самоуправления будут избраны по укрупненному формату. И хотя кабинет министров там пытается, вот написали в правилах перехода, что нужно будет подготовиться и сдать какие-то документы кабинета министров о том, как финансировать, как будут эксистеть новые самоуправления. При этом в законе, знаешь, что написано? Что с момента первого заседания новизбранных самоуправлений Думы, Дум, утрачивают силу все остальные обязательства. Переходят, как бы все старое, потеряют силу. Но так оно формально по закону и есть. Вот. И в этих условиях будет очень большая проблема. И проблема какая? Правительство себе взяло отмашку. Знаешь, какой срок издания основных нормативных документов для работы новых самоуправлений? Какой же? 1 июля 2021 года. То есть 1 июля 2021 года новые самоуправления после выборов приступают к работе и к этому моменту правительство наконец должно будет выдать свои правила Кабинета Министров. Спрашивается, когда же эти самоуправления смогут работать? Цена вопроса, допустим, то, что правительство запланировало отобрать у самоуправлений 5% подоходного налога с населения, значит, сколько скромненько? Почти 80 миллионов. Рига недополучит 30-40 миллионов минимум. Это сумма доходов Риги от подоходного налога с населения. Можно ли в этих условиях это сделать? То есть будут совершенно новые структуры, опять-таки о чем идет вопрос? Что такое самоуправление сегодня? Чтобы народ понимал. Самоуправление это детские дошкольные учреждения, их содержание зарплата педагогов и воспитателей. Это все социальные учреждения на территории данного самоуправления. Это вся социальная помощь на территории данного самоуправления. Это содержание школ. Зарплату дает государство, а содержание школ на плечах самоуправления. Я уже не говорю о местном транспорте, я уже не говорю о еще каких-то мероприятиях и так далее. для того, чтобы оказывать социальную помощь людям, должна быть структура создана, система. И сегодня в один новодец нас объединяется, ну там пагасты, но там объединяются и новодцы. И спрашивается, как же отлаженная система социальной помощи? Малообеспеченным, инвалидам, сеньорам, да, как это все будет фунциклировать после 1 июля. Если с 1 июля, по сути дела, только придут новые депутаты, правительство даст новые свои правила кабинета министров, как работать, да, и Дума должна будет переутверждать руководителей всех этих подразделений. Тогда все-таки такой вопрос, поскольку у нас так время эфира стремительно подходит к концу, все-таки, если вот мы подытожим то, что было сказано, мы видим, что фактически транзит и логистика заканчивается у нас, да, по крайней мере ни на Россию, ни на Белоруссию мы рассчитываем. Что-то будет еще идти. Опять вопрос очень простой. Если сейчас уже четко видна тенденция к закрытию границ, может быть, не таких физических, как было раньше, да, но через систему карантина, самоизоляции, то надо не забывать, что наши транспортники очень сильно провисают из-за Польши. Помнишь? Это правда, да. Это в основном фуэ. Совершенно верно, но это и есть часть логистики. Это то, что обеспечивает поток грузов, тот, который еще через Латвию может идти, то, на чем зарабатывает наша транспортная компания. А сейчас еще вступают силы, если ты помнишь, требования Евросоюза, которые очень умно придумал, что водитель должен получать зарплату, ту, которая определенна в стране, где он работает. наши транспортники этого не смогут обеспечить. Потом необходимость, чтобы водитель обязательно возвращался, что нужно машину, нельзя менять на территории страны Евросоюза, ей нужно возвращать страну припиской машины и так далее. Это те сумасшествия, которые дальше идут, уже со стороны Евросоюза. Хорошо. С транзита, понятно, что транзит и логистика рассчитывать на какую-то, на прогресс в этой сфере не приходится. С банками, то, что мы констатировали, сегодня уже премьер говорит о том, что... Министр обороны. Потом министр обороны, сначала премьер, потом министр обороны. Сегодня президент Банка Латвии сказал, что мы из одной крайности сейчас другую, и уже теперь латвийские резиденты не могут себе счет открыть. А про иностранных говорить нечего. Да. Что вообще делать? Есть ли в этой ситуации у правящих, ну, я так обобщаю, вот на твой взгляд, во-первых, какие-то варианты действий, во-вторых, понимают ли они, что возможностей для зарабатывания денег в казну не так-то много? Министерство финансов не понимает 100%. Вот я об этом, да. Министерство финансов не понимает, Министерство экономики делает вид, что оно что-то делает и что-то знает. Банк Латвии со своими оценщиками тоже. Почему? Потому что проблема какая? Они работают через математические модели, не углубляясь в факторы, которые могут обеспечить рост. Я бы на месте премьера всё-таки обратила внимание, я давно и много об этом говорю, что экономика Латвии странная. Она странная, потому что никто на сегодня не знает, чем экономика зарабатывает деньги. У нас есть мифические представления, что экономика зарабатывает деньги тем-то, тем-то и тем-то. Франзит, логистика, железная дорога, экспорт и так далее. Ах, сидись, ребята, наша страна зарабатывает деньги иначе. И вот как она зарабатывает, у нас практически никто не знает. Для этого есть информация. Информация, база данных есть, но её никто не запрашивает. Вся эта база данных есть налоговая инспекция. Второй фактор специфика экономики. Честно скажу, я ожидала результаты ковида, падения доходов бюджета на порядок больше. Они не такие смертельные. Вот я как раз опять-таки посмотрела, что у нас по итогам восьми месяцев. Дефицит основного бюджета очень неплохой. Всего лишь, знаешь, сколько? 200 с копейкой миллионов 250. Не так страшно? Да. Почти в рамках планового. Правда, другая проблема здесь. Каринч с позицией, с подачей Министерства экономики, скорее всего, повторяет ошибку историю успеха господина Домбровскиса. Ну, помимо того, что налогов и так далее не повторяет в этой сфере. А там ошибка заключалась в том, что господин Домбровскис обрезал все капитальные расходы государства. Капитальные вложения. Он их обрезал и за счет этого выгодил определенные деньги. Так вот, правительство тоже обрезало капитальные вложения. Это принципиальная ошибка. Я бы на месте господина Каринча озаботилась все-таки бы сокращением расходов госаппарата. Там миллионов 200 можно найти. 200 миллионов? Ну, содержание... А я все время пытаюсь уверить, что это пау десяток миллионов не имеет смысла. Я посчитала. 2 миллиарда мы тратим на содержание госаппарата. И из них лет до Рига, которые связаны с безопасностью и так далее, это миллиард с лишним. Там 870 миллионов у нас содержание аппарата. Это Министерство экономики, САТЭКС, Министрия, Регионал, Среда регионального развития. Удалые и все прочие вот эти, КНАП, не, КНАП нет, ФУКТЫК и так далее. 870 миллионов в год. И за 8 месяцев там потрачено больше, чем было разрешено. Тогда последний вопрос все-таки. Вот мы так вначале обозначили эти цифры, 1 миллиард 118 миллионов, по-моему, это вот запланированный дефицит бюджет на следующий год, 3,8% от ФВП. Еще раньше, если бы до пандемии правительству бы предложили сделать такой дефицит, они бы, не зная, что бы сделали с теми, кто это предложил, и кричали бы, да вы что, мы, астридские критерии, вообще, фискальная дисциплина. Евросоюз разрешил сделать отступление. Вообще, это опасно для страны наращивания таких долгов? Ну, понимаешь, мы 30 лет жили с дефицитом. Вопрос другой. У нас, вот опять-таки, я специально посмотрела, на 1 июля государственный долг 12 с лишним миллиардов, то составляет 43% от любимого вала внутреннего продукта. Мы даже здесь еще не впереди Европы всей. Мы даже хвостики тянемся. Но проблема другая. Проблема мифологического восприятия экономики Латвии со стороны чиновников и правящей элиты. Вот я давно предлагаю, господа, но есть информация, не умеете, давайте я могу изложить, как и какую информацию, где запросить, чтобы сделать правильную картину экономической ситуации, чтобы можно было делать реальные прогнозы, а не математическое моделирование. Но беда-то в том, что сегодня эксперты, которые работают с правительством и которые дают свои прогнозы, они воспитывались на западной экономической модели. А отличие заключается в том, что советская экономическая мысль, в основе которой кстати лежал межотростевой баланс господина Леонтьева, мировую известность, там нас обучали анализу по фактору и планирование по фактору. Если ты говоришь будет рост, хорошо, будет рост плюс 5, как его обеспечить? Какой отраслью, какой сферой? Вот этого у нас нет. И к сожалению открытой информации, чтобы сделать прогноз мне тоже недостаточно. Хотя я могу сделать такой прогноз. Евгения Зайцева у нас была в студии, я думаю, что мы обязательно в эфире сделаем и такой прогноз. Спасибо большое. До свидания.